Уважаемые коллеги, очень рада вас здесь видеть всех вместе, поскольку лечение опухоли ЦНС требует мультидисциплинарного, регионарного подхода. И на самом деле могу вам сказать, что успех, достигнутый в лечении медулобластом, это несомненно ваше участие, адекватное выполнение протоколов, адекватное выполнение всех позиций лечения, это ваша заслуга. Итак, медулобластома, следующий можно? Это самая частая, самая частая злокачественная опухоль детского возраста. Следующий, пожалуйста. Ой, сори, да, сори. На сегодняшний день известно, что эта опухоль спорадически диагностируемая, спорадически встречаемая, в редких случаях она ассоциируется с наследственным генетическим синдромом, мы сегодня об этом говорили, лифроумение синдром Горлина, по данным литературы, встречается у 5% детей. Половина больных на момент первичной диагностики имеет метастазирование в пределах центральной нервной системы. Более того, многие пациенты имеют опухоль, распространяющуюся в области ствола мозга, что существенно затрудняет тотальное удаление этой опухоли. И в послеоперационном периоде мы сталкиваемся с некоторыми не только общими, но и неврологическими проблемами. И до сегодняшнего дня актуальна классификация по Чангу, которая используется для больных с медулобластомой. Сегодня уже говорили, 2016 года классификация перевернула в нашем сознании понятие об опухолях центральной нервной системы. И теперь мы все прекрасно понимаем, медулобластома – это гетерогенная группа новообразований, представленная пятью гистологическими вариантами, представленная четырьмя молекулярными группами, как раз и позволяет нам говорить о том, что это разные по гистологическому строению, разные по прогнозу, разные по гистологическим вариантам опухоли и, несомненно, не требует разного подхода в лечении. Те факторы, которые здесь представлены, они для всех известны, ничего нового здесь не открывается. Инициально использовали в определении стратификации группы риска стандартные клинические параметры возраст, остаточная опухоль и М-стати. На сегодняшний день в стратификации лечения участвуют морфологическое определение группы и молекулярные маркеры, которые в большинстве случаев мы на сегодняшний день определяем. Итак, лечение медулобластом с 1991 года в нашей стране осуществлялось уже, простите, с 1994 с использованием всех современных протоколов лечения. Это были программы HIT-91, это были программы американские, которые были предложены. С 2000 года мы выполняли M2000 и параллельно выполнялось в отдельных регионах протокол HIT 2000. На сегодняшний день мы все выполняем протокол HIT 2014 с версией 2015 года, который как раз и включает стратификацию медулобластомы в зависимости от М-стадии, в зависимости от молекулярных маркеров, а именно МИК-амплификация, в зависимости от возраста, в зависимости от гистологического диагноза пациенты будут получать лечение, а более того, еще и ответ на терапию будет определять тактику лечения пациента в процессе терапии. Я представляю, мне удалось проанализировать благодаря, конечно же, исследованию в Хайдельберге, Андрею Геннадьевичу Коршуну, исследование, молекулярное исследование у больных с медулобластомой, и мне представилась эта возможность сегодня 376 пациентов с медулобластомой были исследованы с определением молекулярной группы, и это были все пациенты, оперированные в Институте нейрохирургии Бурденко, которые получали стандартную химио-лучевую терапию в зависимости от факторов, которые у них имеются. Преобладала, конечно же, четвертая группа опухолей, она составляла около половины процентов детей, далее исследовала группа 3, группа СЕЧ составила 18,9 в нашей группе пациентов, и 11,5% больных имели группу ВИНТИ. Это было исследование, обследование пациентов, которые получали лечение, и наблюдаются до сегодняшнего дня с 1996 года по 2015 год. Итак, клиническая характеристика в зависимости от молекулярной группы. Обратите внимание, по полу практически не отличаются. По наличию метастазов, несомненно, у всех однозначно ответ, почему группа ВИНТИ, так сказать, имеет благоприятный прогноз. Минимум пациентов с метастазированием. Это все пациенты классического гистологического варианта. Группа СЕЧ и группа 3, вы видите, была достаточно разнородна, но необходимо отметить, что в группе 3 преобладали пациенты с МИК-амплификацией. Обратите внимание, 20 пациентов имели МИК-амплификацию, при этом это была как раз основная группа. Именно это и объясняет их неудовлетворительные результаты на сегодняшний день. Мы, конечно же, учитывая пик заболеваемости, о котором сегодня уже многие говорили, имеем группу детей, у которой большинство из них имеют возраст старше 3 лет. Мы определяли в этой группе детей мутацию ТП-53, она выявлена только в группе СЕЧ-H, вы видите, и 5СЕЧ-1 мы определяли. Это были пациенты, и их частота составила около 15%. У одного пациента в группе ВИНТИ была выявлена мутация ТП-53, и у двух пациентов в группе 4. Гистологические варианты распределялись, вы видите, в соответствии с тем, что чаще всего это были пациенты классического варианта строения, реже анапластический вариант, и достаточно редко, 8,5% больных, имели десмоклассический вариант медулобластомы. Как они распределялись в группах? Вы видите, да, здесь на самом деле 43 пациента группы ВИНТИ, все они были классического строения, имели классический вариант. Группа СЕЧ-H и группа 3 были очень разнородны по своему гистологическому строению, и группа 4 имели классический вариант в основном, и всего лишь небольшое количество больных были с анапластическим вариантом. Результаты лечения были проанализированы за этот 15-летний период. Все пациенты 376 больных имели на всю группу выживаемость 60%. По отдельным клиническим аспектам необходимо отметить, что по полу и по возрасту в данной группе не выявлено было достаточно значимых различий. Что оказалось значимым, гистологический вариант наличия метастазов и МИК-амплификация была достоверно доказана как ситуация, которая влияла на результаты лечения. Если взять на всю группу, обратите внимание, мутация ТП-53 снижала выживаемость, но данные были на всю группу недостоверны. Мы проанализировали результаты лечения в зависимости от морфологической молекулярной группы, и вы видите, на самом деле группа ВИНТИ, уже об этом говорили, практически 100% пациентов имеют выживаемость. В группе СИЧН неблагоприятными, конечно, являлись анапластический вариант наличия амплификации генов и наличие ТП-мутации, причем эти данные были достоверными. Группа 3 имела также неблагоприятные результаты в анапластическом варианте и наличие МИК-амплификации. Наличие метастазов влияло во всех группах на показатели выживаемости, однако не во всех группах это было достоверно. Итак, графики выживаемости. На сегодняшний день молекулярная группа, представленная здесь, вы видите, имеет достаточно разнородную выживаемость. Мы имеем группу ВИНТИ, практически 100% выживаемость. Это группа 4, у которой 64 показатели выживаемости, и неудовлетворительные результаты как в группе СИЧН, так и в группе 3. Общая выживаемость, конечно, она свидетельствует о том, что даже наличие рецидивов не всегда является неблагоприятным. Эти пациенты могут жить. И выживаемость, вы видите, с достаточно большими сроками, была достигнута и в группе СИЧН, и в группе 4. Неудовлетворительными, наверное, самый низкий показатель выживаемости – это группа 3. Мы проанализировали результаты лечения в зависимости от гистологических вариантов, и что оказалось – десмопластический вариант имел самый лучший показатель выживаемости на всю группу детей. Мы попытались оценить те факторы, которые доказанно влияют на результаты лечения, на прогноз у этих пациентов. Что оказалось? В группе 3 – это выживаемость без прогрессирования заболевания. Значимым является МИК-амплификация, значимым является гистологический вариант, и значимым являются метастазы. Наличие МИК-Н-амплификации имело тенденцию к ухудшению результатов лечения, но без достоверности. Группа 4. Обратите внимание, в этой группе достоверным, наверное, мы можем отметить только наличие метастазирования. В данной группе наличие метастазов снижало выживаемость, а в общем-то кривые практически были одинаковыми и не зависели от наличия МИК-амплификации, от гистологического варианта в этой группе. И анапластическое, и классическое имели вполне одинаковую выживаемость, и аналогичная ситуация касается и варианта. Группа СЕЙЧЭЧ – это особая группа больных, она на сегодняшний день очень привлекает внимание всех, так как оказалось, что результаты лечения неоднозначны. Если ранее мы считали, что это благоприятная группа пациентов, у этих пациентов хорошие результаты. На самом деле в жизни оказалось не так. У этих пациентов мы отметили наличие метастазов, снижает выживаемость, у этих пациентов гистологический вариант, снижает показатель выживаемости. У этих пациентов мутация ТП53 достоверно влияет на показатель выживаемости. Таким образом, если мы будем говорить о результатах лечения у этих пациентов, то мы, конечно же, наверное, будем сравнивать две группы – пациенты с ТП53 мутацией и пациенты без ТП53 мутацией, так как их выживаемость будет разная. Группа ВИНТИ – это один гистологический вариант, классическая медулобластома. Это пациенты, у которых не выявлялись мегамплификации, у которых не выявлены были другие и МИК-Н. Мы проанализировали этих пациентов с точки зрения метастазирования. Обратите внимание, наличие метастазов не ухудшало показатели выживаемости у этих пациентов. По полу они также не различались. Это все пациенты были классического строения, классической группы медулобластома. Что, конечно же, для нас, для всех остается вопрос. Как быть с возрастом? С какого возраста мы начинаем лучевую терапию? Неблагоприятна ли эта группа больных? Ведь до недавнего времени считали, что пациенты с медулобластомой младшего возраста имеют неблагоприятный прогноз, и выживаемость у них низка, поскольку они не применяют лучевую терапию. Что оказалось? На самом деле это не так. Именно пациенты младшего возраста в группе СИЧИ имеют лучшие результаты. Если у них не выявляется мутация ТП-53, они имеют прекрасный показатель выживания. Мы проанализировали возраст пациентов. Во всех группах детей, это на всю группу выживаемость, это группа СИЧИ, это группа 3, это группа 4. Мы не выявили достоверных различий в зависимости от возраста. Мы проанализировали М-стадию и выживаемость без прогрессирования у пациентов молекулярной группы. Конечно, наличие метастазов является неблагоприятным фактором, и пациенты с выявленными инициальными метастазами требуют интенсивного подхода к лечению с использованием всех современных технологий, которые могут применяться. Ну и, наконец, амплификация МИК-Н. Спорный вопрос, влияет она на показатель выживаемости или нет. Некоторые пишут, влияет, но вот в нашем исследовании, в нашем анализе мы выявили тенденцию к снижению выживаемости у пациентов группы СИЧИ, но на самом деле эти данные недостоверны. Итак, факторами благоприятного прогноза является группа ВИНТИ, сегодня об этом все говорили, и Штефан тоже. Гистологический вариант десно-пластической медулобластомы являлся лучшим в показателе выживаемости. Отсутствие метастазов, отсутствие амплификации МИК-ЭТП-ПС-3 мутации является благоприятными факторами и улучшает прогнозы болевания. Мы проанализировали влияние ПТС-Эйдж, не влияет на выживаемость в нашей группе больных, синдром Горлина не ухудшал результаты лечения. Ну и, наконец, я, может быть, даже ошиблась и не написала кого-то, но это те регионы, те центры, которые участвуют в лечении больных с эпохолями центральной мирной системы и участвовали 20 лет назад. И особую благодарность, я хочу сказать, Андрею Геннадьевичу Коршунову, который провел эти молекулярные исследования, предоставил нам эту возможность здесь вам рассказать об этих данных. Я хочу сказать слова благодарности Рыжовой Марине Владимировне, она всегда с нами, и днем и ночью она в нашей команде, она всегда готова объяснить, рассказать и показать. Ну и, конечно, вот эти регионы, которые проводят лечение пациентов с медулаблостомой, и они на сегодняшний день делают это адекватно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова